Сегодня, если мы спросим любого гражданина средней руки образования, кто такой был исторический Желябов, историческая фигура нашей истории, я думаю, что мало кто найдет ответ на этот вопрос. А между тем было время, когда имя Желябова было во всех учебниках, это было время, когда его превозносили как героя русской революционной традиции, но было и другое время, было время, когда Желябов был приговорен к смертной казни за убийство царя, и как один из цареубийц, его именем, что называется, пугали детей, потому что убить царя в русской традиции – это страшное преступление, почти что то же самое, что отречься от Бога. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Конечно, начать размышления о Желябове, рассказ о Желябове надо с того, что главным делом его жизни, недолгой жизни, он прожил около 30 лет, но главным делом его жизни была революционная борьба. И эту революционную борьбу он видел прежде всего в террористических методах, то есть в уничтожении, в физическом уничтожении царских чиновников, царских сатрапов. И вот здесь возникает вопрос, как относиться вообще к террору, как к форме политической борьбы, как к форме борьбы за какие-то высокие идеалы, в конце концов, за идеалы социализма, народного социализма, крестьянского социализма боролся Желябов. Ну и для нас сегодня терроризм – это боль сегодняшнего дня. Разница между современным терроризмом и терроризмом, которым увлекались революционеры из организации народной воли, разница огромная. Разница состоит в том, что терроризм народников, народовольцев – это была прежде всего борьба за идею, за высокую идею, которая можно ее определить как идея социализма, социальной справедливости, социального равенства. Они боролись за свободу и жертвовали своими жизнями, но при этом тянули за собой и других людей. Терроризм сегодняшний – это бизнес на крови. Это довольно грязное дело, которое в конечном счете делается за какие-то коммерческие, как правило, за коммерческие или политические, но связанные с коммерцией расчеты. Поэтому герои народной воли – это не то, что террористы сегодняшнего дня. Здесь есть большая разница, и надо эту разницу чувствовать. Но при этом, разумеется, мы не должны забывать, что любой терроризм в любой форме – это зло. Это несправедливость, потому что гибнут ни в чем не повинные люди. И те же методы, которыми действовал Желябов, они уносили жизни не только самих террористов, не только их врагов, царских чиновников, генералов, но и ни в чем не повинных людей, которые просто случайно оказались на том месте, где происходила какая-то очередная террористическая акция. И вот это самое страшное, что жертвами этого террора становились ни в чем не повинные люди. Но для того, чтобы понять Желябова, нужно все-таки заглянуть поглубже в его историю, посмотреть, что это за человек, как он дошел до тех идеалов, которым он служил и которым он отдал свою жизнь. Андрей Иван Желябов родился в 1851 году. Он вырос в городе Керчи, Крыму. Он был сыном крепостного крестьянина. И отец его получил свободу по реформе 1961 года. Более того, он был человеком от природы незаурядным. Он поступил в гимназию. Потом поступил в Новороссийский университет, находившийся тогда в Одессе. Учился блестяще. Но уже где-то в курсе на третьем университете он увлекся революционными идеями. Стал посещать революционные кружки. В конечном счете это все привело к тому, что его исключили из университета. Выслали из Одессы. Ну и он начинает думать, чем ему заняться. У него появилось, так сказать, свободное время. И вот он начинает интересоваться революционной литературой. Он читает Бакунина. Он достает запрещенные в России произведения Герцена. Он читает, увлекается Чернышевским. То есть вот теми радикальными идеями, которые в конечном счете сформулированы были как идеи крестьянского утопического социализма. Крестьянский утопический социализм – это теория, созданная Герценом. Суть ее состояла в том, что у России есть особый исторический путь, что Россия не должна проходить через капитализм, а Россия может сразу от своего феодализма перейти к социализму, потому что у нас есть крестьянская община, и русский крестьянин по природе своей, коллективист, дело, так сказать, за малым – захватить политическую власть и с помощью верховной власти перестраивать общество на началах социализма. А психологические общества, по их мнению, были готовы. Ну и вот эти вот идеи крестьянского утопического социализма, они проповедовались и Герценом, и Чернышевским, а уже во времена Желябова очень популярны были в его студенческие годы идеи такого знаменитого в то время мыслителя, публициста Петра Лаврова. Лавров, который по образованию был, вообще говоря, специалистом техническим, он читал лекции в артиллерийском училище, полковник, человек уже лет в 40, он увлекся революционными идеями, стал выступать с революционными лекциями, был арестован, бежал из ссылки, его фантастический побег – это отдельная тема, как он добирался до заграницы. Но так или иначе, значит, вот эти самые сторонники теории крестьянского утопического социализма, они разделились на три направления. На направление, которое называется бунтарское, лидером которого считался Михаил Александрович Бакунин, на направление пропагандистское, лидером которого был Петр Лаврович, и на направление заговорщическое, лидером которого был Петр Ткачев, такой иммигрант тоже. Сторонники бунтарского направления решили в 1874 году предпринять так называемое «хождение в народ». То есть молодежь, несколько сотен человек, отправились в деревню и занялись летучей пропагандой, как они это называли. То есть они нанимали какую-нибудь там телегу с крестьянином и отправлялись из одной деревни в другую. Приехав в эту деревню, ударяли в колокол, собирали народ, произносили пламенную речь, призывали крестьян, значит, захватывать земли, не подчиняться помещикам, не подчиняться губернатору, и мчались дальше. Думая, что тем самым они как бы бросили вспышку, которая может превратиться в пожар революции. Это охватило несколько губерний. Летнее время, лето 1874 года, Желябов участвовал в этом. Но в конце концов все это кончилось ничем. Разумеется, крестьяне были абсолютно далеки от идей этапического социализма. А эта молодежь, которая участвовала в «хождении в народ», в основном попала на скамью подсудимых. И вот Желябов был арестован, провел около года в одесской тюрьме. Кроме того, состоялся огромный процесс над участниками «хождения в народ». Он назывался «Процесс 193» в 1878 году. Он, собственно, целый год шел с 1977 по 1978. Процесс 193 – самый крупный политический процесс в истории России. И вот по условиям этого процесса, значит, Желябов там был приговорен к высылке, но не к тюрьме. Он тюремный срок отбыл раньше. И революционеры начинают думать о создании крупной организации в ответ на эти репрессии со стороны правительства, потому что действительно процесс 193 показал, что от этих 193 уже и половины не осталось. Кто-то с ума сошел, кто-то умер, кто-то в тюрьме, значит, маялся. Народники пришли к выводу, что надо создавать политическую организацию. Такая организация была создана в 1876 году. Она называлась «Земля и воля». Это, собственно, была вторая «Земля и воля». Первую еще Чернышевский в свое время создавал, но она существовала недолго, и вскоре и сам Чернышевский был сослан. А вот эта «Земля и воля» существовала три года – с 1876 по 1879 год. Они в основном занимались пропагандой среди крестьян. Пропаганда эта больших успехов не приносила. Поэтому в организации назрел кризис, когда нужно было найти какие-то новые методы. И вот в 1879 году состоялся в Липецке съезд участников этой организации «Земля и воля». И на этом съезде народники разделились на две, так сказать, фракции, на две группы. На те, которых они сами так с некоторой насмешкой называли политики и деревенщики. Деревенщики считали, что надо продолжать работать в деревне, что надо терпеливо, методами Лаврова пропаганду вести, и это, в конце концов, может дать какой-то результат. Надо крестьян перевоспитывать. Ну, а политики говорили, что это бесполезно, что крестьяне, как вот мы убедились, прожили там три года в этой деревне, никакого толку от этого нет. Крестьяне охотно принимают всякую помощь материальную, но когда начинаешь с ними разговаривать о политике, они с ужасом, так сказать, отходят от этого человека. Поэтому надо вести политическую борьбу с помощью сильной организации, конспиративной организации, давить на правительство, заставляя правительство провести либеральные реформы. И когда уже возникнет более благоприятная либеральная обстановка в стране в целом, вот тогда уже более эффективно можно будет работать и с крестьянами, и с методами крестьянского социализма, достигать чего-то. То есть политики и деревенщики. И вот Желябов участвовал в этом Липецком съезде, и он стал одним из лидеров этих самых политиков. Земля и воля как бы разделилась на две половинки. Одна организация «Черный передел» получила такое название, лидером ее был Плеханов. Они продолжали заниматься тем же, чем и занимались, то есть работой среди крестьян. Но «Черный передел» существовал недолго. Вскоре полиция их арестовала, и Плеханов быстро уехал в эмиграцию, потом туда подтянулись и его сторонники. А вот другая часть политики, они создали организацию «Народная воля». И эта организация «Народная воля» целью своей ставила политические реформы. То есть давление на правительство разными способами, не обязательно способом только террора. Но террор в конце концов стал главным, потому что террор требовал очень много сил. И уже начиная практически с 1978 года, когда еще существовала «Земля и воля», но уже внутри «Земли и воли» была группа энтузиастов, так сказать, которые считали, что надо стрелять, надо вооружаться, надо всякими террористическими методами заставлять правительство пойти на уступки. Ну и вот несколько громких таких покушений произошло. В частности, в 1878 году был убит шеф жандармов Мезенцев. Кроме того, значит, были покушения и на самого царя, и на губернаторов. Когда появилась организация «Народная воля», Желябов вскоре стал ее фактически руководителем. Здесь уже появляется идея убить царя, как от мести за погибших товарищей. И дело в том, что вот это вот стремление какого-то царского сатрапа очередного уничтожить, оно было возмездием. У них очень сильна была идея отомстить за погибших товарищей, которых замучили в тюрьмах, на каторге и так далее. Но они надеялись, что убийство царя вызовет крестьянскую революцию. Вот это вот была совершенно фантастическая идея. Жизнь показала, что никакой революции не произошло, когда они убили Александра II. Но они верили в это. Они вообще жили в таком, как бы вам сказать, таком несколько выдуманном мире. В мире тех вот схемер, тех идей, которые они сами себе создали и считали их реальностью.